Народное славянское радио Добро пожаловать! Человек, будучи хозяином своей жизни, может помогать другому человеку, может помогать этому миру, может помогать тем сущностям, которые в этом мире проявлены. Задача – стать просто хозяинами своей жизни. Со страхами хозяином невозможно быть, потому что им кто-то управляет через страх, через что-то еще. Понятно, да? Поэтому базовые страхи разобрали, как они настраиваются, может быть, вы поняли, и теперь переходим к следующей теме. Следующее дело я предлагаю разобрать не вот что. Будем строить по принципу взаимодействия, общения. Когда общаемся, мозги лучше работают у вас, то есть вы не просто пассивные слушатели, а вы участвуете в теме, вы подтягиваете мысли, и оно становится более вот такое уплотнение, здесь более энергетическое, мыслительное, правильное, ментальное, иностранное, мыслительное. И многие вопросы раскрываются. Итак, представьте, давайте такую себе картину, что пришли люди, убрали шуршащие всякие бумажечки, расселись и начинают себе образ рисовать. Образ средней российской семьи. Кухня, телевизор, зомбаящик, голубой во всех смыслах экран. Выступает какой-либо человек, не важно, политик, шоумбол, или кто-то еще, и что-то такое буробит. А его в этот момент, слушаю, накручиваю макароны на вилку и вешаю лопшу себе на уши, слушаю папа, мама, я, дружная семья и один или двое детей. Знакомая картина. Ну, ужинают и смотрят телевизор. Из телевизора сюда, а они сюда, да. И вдруг, а папа такой более-менее правильный, зовусь матушку, за славянский мир, пиндосы нас там душат гады, мы там, ну, знакомая картина, да, там, ах ты такая, ах ты такой и так далее. И начинается спор. Мама не вмешивается, она умная, а дети там с папой уже спорить начинают. Пап, ну ты чего, ну это ж дом 2, это такое шоу, да, это дом 2. Эмоции попёрли, да, или там, ну что ты говоришь там, ну как тут такое, ну пап, ну замолчи и так далее. Что происходит, давайте разберём. Выбросы эмоций происходят, да? Положительных? Отрицательных. Отрицательных, да? Насколько это полезно или не полезно, или вредно? Вредно. Вредно. Вредно силы. Это отдача. Так, а меняется ли что-либо в этом случае? Нет. Нет, меняется в худшую сторону. То есть, грубо говоря, вы тот мусор, который у вас вот здесь вот накопился, вы его выбрасываете на своих родственников, вы выбрасываете вообще мир, а мы на прошлой встрече выяснили, что мир – это большая киперовальная машина, что вы в неё положили, то и получаете. Да? Только в увеличенном количестве. Там, сделал зло человеку одному, потом почему-то 10 людей тебе сделали зло. Сделал десятерым, потом раз – 100 людей тебе сделали зло, да? Сделал добро. Не так всё быстро возвращается. Но ситуация изменяется. То есть, 10 человек не придут сразу тебя облизывать, отцеловывать. Представляете, да? Мужик, стой, мы тебя поцеловать хотим. Но всё равно меняется. Так вот, когда выброс произошёл негатива, то в этом случае и в мире что-то стало хуже. А потом думаете, что-то ещё хуже нам стало. Давайте теперь разберём. А как быть? Что, сидеть как рыба молчать? Как быть в этой ситуации? Ну вот негодяй вот там сидит и из камеры там вам что-то такое вклеивают. На ваших детей наезжают. Выкинуть. Хорошо. Ладно, выкинули. А ваши дети потом пошли и у соседей посмотрели. Или в интернете. Да. Ну, как говорится, «свия везде грязная». Объяснить детям. Как? Давай. Рассказывай. Рассказывай. Давай. Тихонечко с каждой поговорить. И понеслась. Без не создавать, что называется, вживотаж вокруг этого предприятия, но при случае объяснить. Пример объяснений. Допускаю. Но это конкретный случай. Допускаю. Но дети всегда ли находятся, современные дети, под опекой родителей? Ведь в славянском обществе мама всегда находилась с детьми. Папа с утра встал, всех поцеловал, дал наставление, пошел дрова рубить условно. Или пахать, или еще что-то. Мало ли что. Мама находилась с детьми. Папа возвращался, опять всех поцеловал, селил за стол, рассказывает, объясняет. Телевизор нет ни здесь, ни у соседей. Тут, пожалуйста, общай сколько хочешь. Ситуацию надо все-таки к нашему дню подтянуть. Ну, к нашему и к прошлому все то же самое. На своем примере показывалось. Хорошо. Ну, папа ушел, пример короткий, а телевизор постоянно. Нет, телевизор выкинули. Выкинули соседи. Интернет тоже короткий. Интернет. В любом случае, это объяснение детям. Как объяснить, я не знаю. А у себя говорит, да, 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 иди скорее на работу. Иди. Пошел. Показать каким-то примером. Показать, как надо реагировать. Хорошо. Как реагировать? Я к этому подвожу. Я к этому подвожу. Переключить программу на более интересное. А там другое шоу. Кто-то плохое показывает. Кто-то выключит, кто-то читает книжку. В любом случае, он должен понимать, что это такое. А понимать, оно сразу ниже не делается. Это вот мне по своим. То есть, подводить его к тому, что все, что показывают и говорятся, это не то, что нужно ему самому. И с ним ты начинаешь потихонечку работать. Не сразу. Ты посмотрел там. Ты можешь просто сначала там первая фраза. Откуда ты знаешь? Дурацкая реклама. Ну, просто дурацкая реклама. Она там мозги прослывает. Все, больше ничего. Потом уже еще раз другое. Потом он будет задавать. А почему дурацкая? Что? Пошли смотреть мультикинотеатр большой. Реклама. Он зимний говорит, опять это реклама. Я говорю, а почему? И ты с ним начинаешь говорить. Почему это плохая реклама? Ну, потому что ты смотришь, он начинает понимать. И у него начинает появляться противоядие. Вот это и этих венчан. И только так. Ну, а по-другому я не знаю. Хорошо. А у меня? У ребенка должно быть интересное занятие. Он будет заниматься им, и ему телевизор будет не нужен. Хорошо. Надо помочь найти вот эти занятия. Хорошо. У меня вопрос. Я не понял. Вот телевизор показывает это плохо. Такой постулат или что? Мы просто рассматриваем. И семья, и что-то там с телевизора какая-то дрянь несется. Вот дрянь, понятно. Разрушающая. Это дрянь разрушающая? Или там оттуда все-таки что-то хорошее бывает? Ну, к примеру, очень интересное ток-шоу. Волос. Ну, это дрянь. Выступают разные люди. И интересно их мнение услышать. То там могут показывать, например, Андрей Рублев? Прекрасно. Но, к примеру, ток-шоу всех увлекло. Мы к чему ведут? Я веду не к тому, как работать с ребенком. А как, проявляя свою позицию… Ну, уйти, не смотреть это… Нет, нет, нет. Позицию надо выразить. Да, но уйти. Ну, вот негодяй сидит и рассказывает тут, как надо гробить нашу молодежь. Он говорит, что толерантность – это правильно. Рассказываешь, что происходит на самом деле. Хорошо, рассказываешь. А внутри-то клокочет все равно. Ну, если клокочет, значит, к тебе что-то… Хорошо. Как быть, как выражая позицию свою, еще и влиять на то, что там происходит. Как изменять. Не просто здесь, на кухне, поквакали и обратно в тину. А как сделать так, чтобы, понимая, понимая, что там происходит, еще и сделать так, чтобы этого меньше происходило там. И ты же не можешь к нему добраться и удушить между другими. Удушу еще, попробую слово сказать. Не дотягиваются руки, да? Пойти туда же и говорить только, что… Не получится, не примут. Ну, надо… Есть абсолютно, по-моему, точный рецепт, как это сделать. Вот, решить эту проблему. Надо создать альтернативу, которая будет, если вот здесь все ходят, у нас, да, вот, в правом вывесе телевизор, там дверь. Мы тот угол выключаем, но так как телевизор, мы привыкаем. Мы сюда вешаем телевизор, из которого только добро. Я понимаю, Пир. Мы сейчас сваливаемся в то, как надо работать с детьми, как надо искать альтернативу. К примеру, еще раз говорю, давайте представим то, что да, все это имеет место быть, я спрашиваю про другое. Как, увидя разрушающее что-либо, посыл от кого-то, из телевизора, разрушающий для всех, для нас, разрушающий державность, устои, мораль и все остальное прочее, как выразить свою позицию таким образом, чтобы не сеять негатив в округе, при этом сделать так, чтобы этого негатива стало меньше оттуда лица. повелать его добра. Задача. Добро. Поздать его. Каким образом? Расскажи. Мысленно. Послать импульс любви. Обнять этого человека, который вмещает гадость. Поцеловать усину. Да. Хороший ты мой, да? Телевизор. Я тебя через экран поцелу. Каролин Ильич Бриде. Да. Дома нужно создать это добро, если мы о доме это. Мы говорили уже, что да, я рассмотрел ситуацию, мы говорим чуть дальше. У меня появилась такая мысль, что в этой ситуации, когда все это выливается, нужно отслеживать то, что у тебя внутри. И не ловить вот эту вот негативщину, а аккумулировать в себе тот позитив, который снивелирует это. Потому что куда направлено наше внимание, там наша сила. Правильно? И чем сильнее мы будем чувствовать обратное тому, что идет с экрана, тем меньше будет воздействие то, и сильнее будем мы. Замечательно. Теперь подсказываю. А если мы привяжем к тому, что рисовалось в прошлой нашей встрече на доске? Если во внимание взять то, что вы услышали в прошлый раз. Пожалеть. Они боятся смерти, поэтому негатив. Пожалеть. Если в тебя прилетел молоток, он уже прилетел. Он у тебя уже полгустухнул. Так или иначе, положил его. Я пожалую на него. Я не знаю, да. Он имеет, чтобы его было поверачиваться. Ну хорошо, не смог у него. Так или иначе, положил его просто. Это ледь к которой она в конце концов найдется на данный момент. Я пока не знаю. Это грань, которая доступна для нашего человеческого сознания, не высшего сознания, которое является высшее Я, Боги, Абсолют и так далее. От человеческого сознания. Вот эти две рамочки, помните, да, ограниченные были? И за эти рамочки выпрыгнуть-то невозможно. Но мы помним, что вот здесь находится нечто, вот это как раз условное облако называем, где находится и высшее Я, такой сегментик, и находится кто-то еще, там, такие же сегментики. Высшее Я идет к такому человечку здесь. А эти сегментики тоже к кому-то идут, да? Они тоже к кому-то идут, куда-то, почему-то. И, возможно, кто-то как раз стоит там за камерой и на кого-то там что-то проецирует, и вы вот этот вот телевизор смотрите, да? А за ним стоят те, которые ему говорят, что снимать. А тут находится, для кого он снимает. Они тоже подключены. Здесь находится тот, который кладет вот эти. Тут находится куча денежных средств и так далее. Мы видим, что здесь все связано. Все это находится в одном поле. Такая подсказка, не слабая, сразу. Обратиться через свою, ну, как сказать, родовую вот эту нить к высшим силам для помощи, воздействия вот этому человеку. Каким образом? Ну, прям вот так вот, чтобы помочь ему разобраться, вот, чтобы у него отпустило как-то, вот, очистилась аура там, не знаю, что-то, прям, с добрым, с таким большим посылом сильным. А дай-ка я тебя отчистливая, чтобы его помогли. А дай-ка я тебя отчистливая. Чтобы ему помогли. Чтобы его помогли, его родовые, это, ну, род, там, силы вот. Тихо-тихо-тихо. Человек. Привиши. Между прочим, очень, мне кажется, здравая мысль теперь надо разобраться, а как это все делать? Потому что ниточки, вот они ведут через них, ты к нему и попадешь. Я-то нарисовал уже подробно, теперь надо разобраться, а как теперь это все делать? На кого направить? Так как род находится и соединен со всеми родами, то есть соединен с теми, кто там снимает, с этими всеми людьми, то есть посыл сделать такой, чтобы... Ну вопрос в воле. По идее, это затрагивает мою волю, мое сознание, я это против, я это видеть не хочу, ну не то, чтобы мне это воздействовало. Типа и запретить ему, чтобы на меня это воздействовало. Нет, пожелает помощи ему, зачем? Ну по идее это моя воля, я это не хочу, чтобы... Я не хочу. Да, все. Так, не желает. Крутимся, крутимся, страшно, что мы атака такая. Нет, да, не отрицание, а пожелание, наоборот. Нет, почему пожелание? Ну, то есть я не хочу, то есть рубятые, я эту дрянь не хочу. А ты типа... Нет. Нет, вот раньше женщины говорят, вы делаете свой обережный холдер. Нет, я не вместе, я не... Наоборот, вот чтобы ему обратиться за помощью к нему, чтобы ему, ну там род, кто-то высший, кто непосредственно с ним имеет, чтобы ему помогли, какой-то, какой-то вот от мусора, вот этот... В чем помощь должна конкретно? Хорошо, человек, в котором... Телевизор, в отличие, в отличие, в нахождении связи с родом, чтобы ему помогли найти... Не, не, не... А помощь это будет вообще? Он проснулся, наверное. Ну вот человек, человек занялся каким-то своим делом, он почувствовал что-то, да, то есть он там несет в камеру вот этого всего. То есть это что-то как получает. Нет, ну как в будущий разуму не нужна какая-то четкая установка, как он будет помогать. Просто если идет посылкому-то, что уже какой-то идет это по-человеку. Тихо, тихо. Нет допоминает, что, где, когда, да, минута. Так вот... Успокойся. Ну давайте. Мы, насколько понимаем, у нас ситуация здесь, это же на каждую семью влияет Первое, мы говорим только за свою семью, да, например Первое, не нужно эмоционировать, по идее, вот этот выброс, это влияет отрицательно на всех Второе, надо задаться вопросом, а ценно это вообще для меня или нет? И какие ценности имеются? Это плохо, если у нас есть альтернативные ценности, то, что здесь предлагалось То есть, то, возможно, без эмоционирования мы скажем, ну, хорошо это На кого-то же это и хорошо, и кто-то этим влияет Но это не наша проблема, да, но это не наша проблема Так вот за себя, значит, получается, если это наша, нет ценности В малом кругу в семье мы можем принять, да, решение, что разобрать Если мы разделяем там эти взгляды, это хорошо, это плохо, по полочкам Ценность выделили и убрали И, соответственно, уже решение будет, как у Артислава, наверное, да Ну, ты опустился до уровня семьи, вот здесь, который себя смотрит, перевязывал Я-то схемку нарисовал больше А смотрите, за семью, зачем вам это? Мы все это начинали Я отвечаю за себя и В лучшем случае еще за детей, да Уже на супругу там вопрос, за что я на нее влияю, за что нет Значит, я могу только говорить за себя и свое решение И думать, там, влияет на весь мир А мир меня там просил спасать его И там, спаси себя и спасется весь мир Вот этот пример, который ты же и говорил, да Занимайся собой, глядя на тебя, начнут делать так же У вас все нормально, вот и все День сжигания телевизоров, да? Да, ладно, какие? Полица сжигания? Еще один Надо задать наводящий вопрос Опять, да? То есть еще что-то рисовать? Нет, зачем? Ну вот, кто-то же включил этот телевизор? Спросить просто А расскажи что-то, не понимаю Что тут, может, что-то я подчеркну? Расскажи мне, зачем ты включил именно эту передачу? Это уровень и тут Я нарисовал схему, уходящую из нашего сознания Не просто так Мы уже крутились здесь Мы уже здесь крутились Может, в этой схеме чего-то нет? А давайте дорисуем А давайте дорисуем А тогда нарисуйте, пожалуйста, от высшего я Аналогичную команду, которая сообщает то же самое Ну, не то же самое, а сообщает Чтобы было, что называется, не теплое с круглым складом А подобные вещи Ой, теплое с круглым, так хорошо Ну, согласен Значит, есть такие учения, там, герметизм называется Слышали, да? Ну, там семь принципов существует Но мы сейчас не герметизм изучаем Как бы это одно из ветвей, древних каких-то осколков, да, знаний Ну, принцип подобия есть Что наверху, то и внизу, да? Что внизу, то и наверху То есть, если у нас это в мире проявлено что-то Что-то есть и наверху Давайте посмотрим, а что в нашем обществе проявлено И причем давайте немножечко все-таки Кто изучал нашу древность Посмотрим не с точки зрения современного общества Где много наносного А с точки зрения более древнего общества Как оно было устроено В современном обществе это тоже есть Ну, просто много наносного Ну, если древний не знаете, ну, давайте хотя бы от современного Значит, есть человек, который живет, есть те, кто управляет, есть те, кто исполняет, есть те, кто следят за чем-то, да? Те, кто исполняет. Значит, если у нас здесь есть дяденька в фуражке, значит, что-то похожее должно быть и там. Согласны с этим? Конечно. Подсказка. Давайте дальше. Застучать. Ну, остается вопрос. Секунду, еще корректировка. Это вопрос. Какой телевизор включать? Вот вам и решение. Мы предположили, что спутниковые каналы не работают, а работают только, например, два-три канала, и то срябьют. Потом иду на кухню, у меня тоже там окно, только оно будет. И вот, ну, выбор, выбор. Или тебя, как это, как это, сюда не ходит, там морду тебе набьют. Спасибо. Туда тоже не ходит, там морду. Куда же мне идти? Зачем? Сейчас лупы бьют. Здесь, в тех. То же самое, с той же силой. Я, в первую очередь, вас корону не слушаю. Зачем? Александр Валентин? Нет, это того, кто управляет всем этим, кто эти все ниточками дергает, его надо, к нему управлять. Это другая передача. Сейчас, сейчас. У меня вопрос. Ну, можно же рассматривать не только телевизор, правильно? Почему вы на телевизоре и уперлись? В телевизоре после более доступный. Ну, а все-то более... Предложи другой. То, что смотреть, а то, что... Предложи другой. Ну, взаимодействие людей. Просто взаимодействие людей. Так, хорошо. Мне нравится вот метод Сергея, который он предлагает. Просто говоришь, пращу Род Всевышний по закону свободы выбора. Вот этому типу в телевизоре я, как бы, не давал разрешения вмешиваться в мою жизнь и моей семье. Как ты не давал, если ты смотришь, Милович? Да. Телевизор-то включил? Ты же включил телевизор. Всего. Получай. Нет. Это добровольно. Не то, что согласие. Это действие. Понял. Ты включаешь. А они на тебя работают. Ты хочешь отсмотреть? Смотришь. У них же рейтинги. Они же расследуют. Она смотрела 130 рекламочек. А она с полмиллиона рекламочек. Ух ты. К нему. Как тараканы с деньгами. Туда-сюда. Туда-сюда. Рейтинги определяют все. Поэтому, где больше смотрят, там реклама. Где реклама, там больше бабла. Поэтому, что смотрят? Общество, уровень какой? Опросы проводятся. Вам какие нравятся юбки? Вот такие или вот такие? Вот такие. Значит, будем показывать голые задницы вот здесь. Не, ну, речь-то вошла. Вы понимаешь, да? Вопрос о чем стоял? Как я должен поступить, сидя вот в кругу, да, вот четырех человек, как я должен поступить? Мы же не говорили о том, что там кто-то счета, где-то кто-то есть и кого-то нет. Как я должен поступить? Проявление, уточняю, как увидя дрянь, которая льется, в данном случае, из телевизора, хотя правильно утверждали, что можно это перенести? Ну, мы сейчас смотрим про телевизор. Ну, мы смотрим про телевизор, чтобы будет простая, понятная схема. Понятно. Потому что, если мы сейчас, в частности, уйдем, там, а баба Глаша сказала вот это, а дядя Гляш сказал вот это. Согласен. Итак, это уже есть, это уже проявлено, и оно выходит во все дома. Во все дома это входит. Вот, сидя весь пассивный. Значит, это уже сделано. Значит, это уже сделано. Как теперь сделать так, чтобы, с одной стороны, увидя этот негатив, разрушающий семью, общество, да, проявляя свою позицию жизненную, как гражданина, человека, разумного существа, не выплескивайте из себя дрянь, не увеличивая эту дрянь, которая и так льется, да, но с другой стороны, сделать так, чтобы этой дряни стало меньше. Вы рейтинги обрушите. Ну, не обращать внимания. Не передавать, не транслировать, не обсуждать, не задавать вопросы. Понятно, а как уменьшить тем самым? Ну, вот это же и уменьшение. А телевизор остается. Да и черт с ним, я не обращаю внимания. Нет, тут же были правильные посылы. Давайте мы туда обратимся, там дяденька Фуражки тоже должен быть. Спросите, а зачем вообще вот это вот сейчас проявлять? А он что, не знает, что дяденька Фуражки? А дяденька Фуражки, он смотрит на вас, говорит, вы хаваете, хаваете, наоборот. Заявление, что? Знаешь, как ты приходишь в милицию, говорит, почему вы моего негодяя соседа не угомоните? Он бьет, бутылки кидает мне под окно. Говорит, специально. А то у вас заявление было? Нет, значит, вас это устраивает. Ну да, она нарушает, но мы же не приставим каждого дяденьку полицейского к вашему окну, правильно? Там таких окна-то. Заявление напишите. Вот заявление было, вот так правильно сказал. Выключи телевизор, объясни детям, создай альтернативу. Это не выключи телевизор. Это уход. Дяденька Фуражки здесь. Ну вы че, он здесь. Ну вы как у Орлова, принесут и включат стены или что? Ну дети могут пойти к соседям на день рождения. Ну надо работать здесь. Ну заявление надо писать. А и все, че там? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Приходите, надо. Подходим к самому важному. Ну а вот чтобы обратиться, ну как бы вот к дяденьке там конкретному, что ли, Фуражки, чтобы конкретно, да, менялось устройство этого мира, и эти люди как бы перестали существовать. Как, 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 понятно, как? Форма заявления, форма заявления. Мне нужно со своими детьми. Уже негатив получен. Я так понимаю, что делать? Спроси там, что мне надо сделать. Я подключаюсь туда и говорю, негатив получен. Я знаю, что это такое, поэтому я не эмоционирую, чтобы не подогревать это. И, 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 и говорю, в следующий раз по закону моего свободы выбора, Пусть я получу ровно столько, сколько нужно, ну как бы, чтобы больше положенного, чтобы я не получал ни я, ни мои дети. Отлично. Может быть, не будет ситуации такой. Отлично. Может быть, я в это время буду, блин, гулять с ними на природе. Может быть, в это время будет идти хорошая программа. Что-то будет другое. Пусть больше моей, того, что мне положено, испытать мне и моим детям, пусть не будет. Пожалуйста, вы уж проследите, дяденька Фуражка. Ясно. А дяденька Фуражка говорит, не ясно ваше заявление. Чего положено? Чего положено? Сколько бешеных травм? Скажите, сколько бешеных травм. Все, какой же он после этого, братом, если ему не ясно. Друзья, вы, я не знаю по какой причине, отклонились вообще от сути. Подсказка. Родовая нить. С чем обратиться? Давай, давай. С чем обратиться? С явлением. В чем? В чем обращение? В Чикаг оно должно выглядеть? Отстаньте от моей семьи. Демоны. Везите, сатана. Все без семьи, да. Ну, чтобы показывать только интересное. А что это? Одному интересному. Что нам интересное? Не, может быть, это мешает, как-нибудь, универские значения? Хорошо, хорошо. Вот эта форма, то есть, я прошу, конечно, меня. Не забывайте, не забывайте, что деятели телевизионных искусств вхожи в любой дом, где есть телевизор. Вот это тоже учитывайте. То есть, вы проснулись, другие еще спят. И вы, как позитивный, настроенный человек, активный человек, свою гражданскую позицию активно проявляющий, берете на себя ответственность еще и убрать гадость, который вливается не только в ваш дом, а миллионы таких же домов, где спят люди еще, они не понимают, они смотрят на себя. Ой, попку показали. Ой, застрелил кого-то. Ой, и так далее. Брать гадость, только можно создав альтернативу такую. Взять автомат и зим. Альтернатива на пустом месте должна появиться. Надо расчистить сначала. Ничего подобного. Никогда она не появляется на пустом месте. Ну, приведите пример. Великая Октябрьская революция. Ну, какой же там был. Ситуация. Знаешь, такое пустоты в природе не бывает. То есть, что-то, если убралось, что-то заполняется. Вот, ты берешь, например, из-под коровы что-то убираешь, да? Что? Ну, что корову может быть? Что-то? Глыза. Глыза это называется. Глыза. Ну, то, что-то опять должно появиться, да? Он опять появляется. Вот. Ну, если не убираешь, он будет расти, расти, расти. Ну, ты, если корову в другое место переведешь, а там построишь для нее новые жилища. Ну, портабельные. Вот. А здесь, например, уже наложенная земля, грубо говоря. Ну, условно. И на этом месте ты, разровняв, убрав, разбросав, можешь посадить что-то другое. К примеру. То есть, ты можешь перевести. Ну, там будет надо в другом месте каплиться. К примеру. Там убрать машины, которые чадят. Ну, в этом случае я ничего не рассчитал. Нет, ну, ты убираешь машины. Ну, говно же осталось. Оно осталось в другом месте. Ты здесь убрал. В этом месте. Ну, бьет. Не складывай. Хорошо, хорошо, ладно. Машины, которые загрязняют пространство. А перемещаться надо. Прежде чем. Ты же не можешь оставить эти машины миллион, которые дорога способна миллиону. Эта дорога миллион машин способна обеспечивать. Ну, пропуская способность. А ты говоришь, а давайте мы еще миллион машин, которые не гадить, сюда добавим. Ну, и будет сплошная пробка. Я говорю иначе. Я говорю, давайте к лошади вернемся, это лучше. Нет, мы говорим про машины на данном случае. Мы убираем. Убрали одну машину, вместо нее экологически чистую. Убрали вторую, вместо нее. И так миллион машин заменили. Невозможно добавить еще миллион. Или в стакан, к примеру. Вот стакан, сейчас. Вот стакан у тебя воды, да. Ну, попробуй туда еще стакан воды вылить. Сначала надо вылить его, а потом туда дополнять. То есть замещение. Поэтому, если мы хотим создать свой канал, необходимо, да, его можно создавать здесь. Но тебе скажут, а у нас нет частот. Я же знаю, что это такое. А это стоит столько-то. А если, например, не будет нехватка каналов, да, скажут, ну, давай создавай. У нас тут есть оборудование, стоит просто нечем заполнить. Ну, тут подсказка прозвучала. Родовая нить. То есть, получается вопрос, как эту родовую нить распространить на всех? Чтобы родовая нить работала вот как-то объемно. У каждого есть своя начинка распространения. Нет, мы бы сказали, что там наверху родовая нить, она... Родовая нить соединяется, они там соединяются. И вот именно через это соединение выйти на то, чтобы вот этих всех дяденек как-то трансформировать. К роду к совершенному обратить. Да. Вот, смотрите, смотрите, смотрите. Уже... Уже... Ух ты! Здорово. Смотрите, здесь уже подсказок из зала, огромное количество, в том числе и вот сейчас прозвучало. Начальство этого дяденька обратится. Мы знаем свои родовые нити, мы знаем, что нужно их в прокуратуру подать. А у меня есть предложение вот такое транслирует. Вот моя мысльформа. Я хочу видеть в следующий раз вот это. Отлично, отлично, отлично. Вот мы и подходим. Опять же, формальное заявление. Как заявление должно звучать? В какой форме оно должно быть написано? Многоуважаемый, там, такой-то, такой-то. Прошу вас, проследите своей кошкой, чтобы она не гадила в мои ботинки, например. Ну, к примеру. Или там, если ты еще раз там твоя корова тут, то я тебе рога поломаю. Ну, к примеру, в какой форме, кому, да, в какой форме и к кому. Что там должно, какой был посыл? Вот мы сейчас все ближе и ближе приближаемся. А это важно. Если вы этим научитесь пользоваться, то в этом случае вы будете дрессировать своего биоробота на правильное отношение к жизни. Из вас уже не будут вырваться эмоции. Да что ж ты тут? Да куда ты там? Да и так далее. Вот этого уже вырваться не будет. Биоробота дрессировать надо. Биокомпьютер. Подсознание должно быть так, чтобы он встал ночью, и он эту гайку, как я уже показывал, накрутил. То есть, что бы ни случилось, в каком состоянии не находились. Уставшие, полусонные, пробудившиеся. Наступили на ногу. Вы говорите, ой, дорогой мой сэр, ну что же вы так больно мне наступили. Тут у меня такая мозоль. Ну, дрессировать. А не так, что ты что, ты так сейчас дам. Понимаете? Тогда каждый говорит в своё ожидание, что он хочет видеть. В какой форме? При каком. Ну, я хочу видеть. Кому? Врачи рода, лучший. Врачи рода, лучший, лучший. Хочу видеть конкретно, вот, например, счастливые, семьи с улыбающимися. Хочи. Да. Ну, чтобы, нет, чтобы вот именно формировали, на видеоканалах формировали вот такие вот теми. Ну, и, то есть, запрос пошёл, и уже там вот это вот отрабатывают они вот, ну, как бы вот. Отлично. Вот это вот. Анекдот. Мужик поймал золотую рыбку. Говорит, ну, что хочешь-то? Хочу, чтобы меня было, и начал перечислять, и это было, и это было. Золотая рыбка. Ну, всё, да, всё, ну, пускай, пускай, у тебя всё это было. Значит, слово «было» в данном случае не подходит. Хочу тоже не подходит. Значит, так, давай ещё раз. Нет, хочу видеть. Вот вы близки, близки, близки. Я не говорила, что было я хочу. Ну, к примеру, к примеру, к примеру. Можете сказать, как было бы сравнение на то, чтобы всё было, опять было. Стало. Стало. Чтобы способствовало. Чтобы это... Бысть. Бысть. Есть. Ну, ладно. Николай, пусть будет. Давайте крутимся вокруг до окна. Чуть-чуть, чуть-чуть не хватает. Бывает так, да, вот как это говорит на языке, крутиться, а сказать не могу. Вроде бы мысли правильно. Понятно обращаемся. Как я понимаю, сказать не могу. Всё понятно, да. Мы обращаемся сюда. Понятно, что связи все присутствуют. Необходимо нам сформулировать правильно. А что нам необходимо сформулировать? Во-первых, кому обратиться и как сформулировать? Понятно, что просто я хочу, чтобы было всё хорошо, но это за мир и за дружбу. Да, ну отлично. Ну да. А что такое хорошо? А что такое плохо? Маяковского читаем. Так, дальше. К кому обращаться? К их высшему я. К их высшему я. К своему. К своему. Так он и есть их высший свой. Давайте тогда... Давайте тогда пример из жизни приведу. Может быть тогда, может быть, ещё это сподвигаю. Был такой пример в жизни. Человек абсолютно без каких-либо причин своей стороны начал гадости творить в мою сторону. Причём творил очень-очень серьёзные гадости. Я понимал, что если сейчас я начну отвечать на эти гадости, а там только физика уже должна была быть, то в этом случае я перейду в ту черту, в которую переходить нельзя. И окажусь в местах настолько отдалённых. И надолго. Ну потому что там конфликт или он, или я. Всё. Другого быть не может. Я прекрасно понимал. А у меня был доступ к оружию, у него был доступ к оружию. Боевое оружие и так далее. Ну то есть достаёшь, заряжаешь, стреляешь. Всё, всё понятно. Потому что всё, критически уже. Дальше никак. И вот тут, значит, тогда, сколько это уже давно, это было всё. Тогда я вдруг как-то сел и стал рассуждать. Ну что будет, если я застрелю? Ну, мама останется в расстроенных чувствах на много лет. На мне будет клеймо уголовника на много лет, на всю жизнь. С девушкой мы расстанемся. Детей у нас не будет. Жизнь будет исковеркана. То есть всю эту пирамидку страхов я пересмотрел. Нужно это делать? Не нужно. А что же делать? А наказать-то надо мерзаться. Но мне наказывать его нельзя. Вдруг приходит нечто такое, просто спускается, о том, а зачем тебе его наказывать? Ну, вы говорите, голос такой, да? Зачем тебе его наказывать? Говорю, ну как, он же мне гадость делает? Он говорит, ну ты же, это не совсем ты. Есть же проявление физики, а есть проявление нечто иного. он же мешает тебе что-либо сделать. И это всего лишь на все твой урок необходимый тебе для того, чтобы ты перешел в следующий уровень образования. Я немножечко подумал. Говорю, а как делать? Просто что ли оставить это все дело? Говорит, нет, не просто оставить. Ты должен обратиться к тем, которые также имеют воздействие и на тебя, и на него. В какой форме? Просто простите вы меня, не простите. Простить это такое слово, непонятно, что еще простить. И вот тогда потихонечку сформулировалось это вот заявление, принцип заявления о том, что звучит очень просто. Просто время уже много прошло, и хочется уже, чтобы как-то вы осознали. Звучит он очень просто. То есть обращайтесь к тому, кого вы считаете, что он существует. Это может быть пращур, рот, это может быть всеовыщенный, это может быть абсолютно, это может быть рамха, все бог, кто угодно. Может быть, вы какой-то там отдел видите, фуражка наверху. Я же не знаю, что там у вас в голове, да, какие у вас введения. Говорите, этот человек, на мой взгляд, необоснованно. Меня притесняет, мешает мне развиваться. Я не вижу своей вины никакой. И я прошу вас разобраться, с этим человеком. Потому что ситуация зашла уже в тупик. Дальше уже будет что-то такое не совсем хорошее, или совсем нехорошее. Я приму любое ваше решение. Если я виноват, показывайте меня. Если он виноват, то, пожалуйста, проявите это к нему. Что происходит дальше? Как только это я произнес, туда запрос отправлен, то есть у меня как будто гора поступала. Приходит на следующий день назначение меня на новое место. Я уезжаю. Через несколько дней в том месте, где я был, с тем человеком происходит несчастный случай. Причем не такой, что там придавило, а он попадает, совершает преступление. Он совершает преступление. Ну, ему надо было его совершить. Со мной или с другим. Но он совершает преступление. Его забирают по военным законам в другое место. А он очень активный. Он и там продолжает. И через две недели его привозят вот таким. Который не может стоять, не может разговаривать и так далее. То есть инвалидный на всю жизнь. Мое вмешательство было какое-то? Нет. Свой урок я прошел? Прошел. Негодяй наказан? Но не мною. Самое главное, я был готов принять заслуженное наказание, если я виноват. То есть давайте разберем эти моменты. Первое. Если вы задаете запрос, вы должны быть полностью уверены в том, что эти мизавцы творят зло. И вам, в первую очередь, потому что ваша родовая программа от этого страдает. А вы же должны свой род продолжать. Вы же не хотите, чтобы выродки у вас в роду были, которые ими воспитаны. Правильно? Поэтому так или иначе, воздействуя на вас, они еще воздействуют на детей ваши, на вашу потомство. И вы имеете право уже брать здесь ответственность за своих детей и от их лица выражать. Вы направляете посыл, что если, на мой взгляд, вот о чем здесь говорили, эти ребята делают вредные дела не только для меня, для моего рода, а в вашем роду. Тут же у нас много людей, которые такие же все, которые стоят такие, все довольно счастливые. И ваши дети могут породниться с людьми из этих родов. Первого ли поколения, второго. Значит, вы берете ответственность уже не только за себя, не только за своих детей, а еще и за своих внуков и правнуков. И на друзей внуков и правнуков, а это уже не сотни тысяч человек, это уже миллионы, это уже уровень державности. С одной стороны, вы не переходите свои полновочия, вы не их спасаете весь мир. Но с другой стороны, создаете в своем заявлении необходимый посыл для изменения всей ситуации. А зомбоящики есть в каждой семье. И там выродки производятся на свет при помощи телевизоров. Поэтому пишите куда заявление. Дорогие мои родичи, пишу вам Ваня Жуков из деревни, на деревне дедушки. С любовью. На мой взгляд, да, с любовью. На мой взгляд, вот эти товарищи, которые сидят за этим телевизором, а их там за этим телевизором может быть огромное количество, которые, кстати, здесь присутствуют. Многие же думают, что они хорошее дело делают, да? Кто думает, я просто деньги зарабатываю и без этого не могу жить. Правильно? Я хороший, но ничего личного, просто деньги зарабатываю. Кто-то вот отсюда действует, там тоже свои и тоже они связаны. Да мало ли там связи. Вас это не должно интересовать. Что способствует выходу этих передач? Конечно. Вас это не должно интересовать. Вы говорите, на мой взгляд, люди, которые вот это все делают, они разрушают меня, а вы не считаете в первую очередь, за себя на этой земле. Мой род, а я несу ответственность за свой род и те породнения, которые с ним возможны в ближайшие 10 лет, 20, 30, 40. И я направляю требования на то, чтобы, пожалуйста, если я прав, разберитесь, эту ситуацию исправьте. Я не могу пойти туда, им там, носы поломать, там, да, или руки засунуть кое-куда, чтобы они больше этого не делали. но я изъявляю свою позицию, вот тут как раз доброволье, да, и свободы выбора. Вот когда разрабатывает, что я проявляю, что я не хочу, чтобы это развивалось, вот тут теперь это становится на свои места. Вы знаете, к кому вы обратились, знаете, что все они связаны, и самое-самое главное, что вы принимаете ответ, готовы понести любое наказание, как и они, в том случае, если его заслуживаете. Вот это ключ. Не просто дяденька-милиционер, накажи их, они плохие, а ты хороший. Вот если вы готовы принять любое наказание, такое же, то есть, такую же меру наказания, от чистого сердца, вот тогда это сработает. Если вы только кричите, я мягкий, пушистый, накажи их, они плохие, но при этом я не готов, потому что я хороший, не готов страдать, потому что я хороший, ничего не произойдет для них, произойдет для вас, потому что пространство, что вы, что они, дорогие, и они, и вы создавались этим пространством. И там есть высшее я, и там есть абсолют, который создавал и вас, и их, и они лечат на живу. Кого-то накажут, кому-то найдут новую работу, у кого-то вот этот туннельчик, который мы рисовали, там пошваркают, пошваркают, и он что-то сделает. Это уже вас не должно интересовать. Ваше предложение здесь уже неуместно. Главное, что вы обратили внимание, раз, не вспыхнули, не дали своему вот этому огненному коню проявить этот негатив в обществе, это два. Третье, вы сформулировали, что происходит не так, когда люди смотрят вот это. И что делают не так те, которые делают вот это, это телевизионные или радиопрограммы или глянцевые журналы. И высказали четкое повествование, что я ставлю свою жизнь, себя самого, условия своей жизни на другую чашу весов с их чашей весов. Одинаково. Что мне, что им. И если вы считаете, что виноват в данном случае я, доказывайте меня. Вот такая серьезная ответственность. А почему кто-то обязательно виноват должен быть? Но эти ребята свои уроки проходят. К примеру, к примеру, подожди, мы сейчас разберем и это, если вы это не рисуете. Это уже переходим к вопросам. Понятно. Все должно быть ровно. Никогда нельзя за чьей-то спину спрятаться. Никогда нельзя кому-то что-то сказать. Понятно? Одинаковые условия для всех. Вот только в этом случае начнется работать. Потому что иногда я такой пушистый, чистый, я отдаю туда, разбирать себя пошел. Я за штаны хоп, стоп, а сам что делал? И на полничный. А ты как не готов? Ясно? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Народная Славянская Радио Корректор А.Егорова Народная Славянская Радио